Всех приветствую на своем канале. 22 января 2022 года жителям села Юрьевка Омской области и сотням полицейских было не до сна. Субботней ночью двое детей прибежали к соседям и рассказали, что у них дома резня. Трое человек бросились в дом, но обнаружили лишь трупы, тела мужчины, женщины и ребенка. В этот же день по тревоге подняли весь райотдел. И не только его. Из Омска на место выехали криминалисты, оперативники, угрозыска, эксперты, кинологи, инспекторы по делам несовершеннолетних. Количество сотрудников одного только у МВД насчитывало около сотни. Также на место поехала прокуратура. Следователи Следственного управления СКР отправили первый отдел по расследованию особо важных дел. О шокирующем убийстве узнала вся страна. Спустя несколько часов в дело вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Из Москвы в Омск направили федеральных криминалистов и следователей. Им поставили задачу в кратчайшие сроки найти подозреваемых в этом преступлении. Утром в воскресенье они уже работали на месте. На поиски убийцы собирали даже местных жителей, сотрудников администрации. Опросили каждого жителя, а это около тысячи человек, и даже взяли у всех образцы ДНК. Единственной на тот момент зацепкой оказалось довольно подробное описание убийцы от дочери подростка погибшей. Морщинистый, это она особенно подчеркивала, запитый мужчина. То ли с бородой, то ли с черной маской на подбородке. Он якобы ночью начал долбить в окна. Мать с отцом открыли дверь, а он ворвался и начал их резать. Лишь чудом ей с малолетним братом удалось сбежать. Эксперты сразу составили фоторобот подозреваемого и направили всем патрулям. Его начали пробивать по базам судимых, искать в соседних деревнях. Выдвигалась даже версия, что он мог быть перебежчиком из-за границы. Однако все было тщетно. Преступник растворился, будто призрак. Семья образовалась несколько лет назад, когда мать со своими тремя детьми переехала жить к гражданскому мужу и его сыну в Юрьевку. Дети сразу породнились, конфликтов не возникало. Получилась дружная большая семья. Отец работал на ферме, а также держал хозяйство. Его сын учился в Омске, в колледже. А старшая дочь женщины, школьница. У нее были средние оценки, но в гуманитарных науках она достигала успехов. Активничала на местных мероприятиях, занималась самодеятельностью, участвовала в чемпионатах по истории, олимпиадах по ПДД и прочих конкурсах. У нее было много подруг. Средняя девочка была инвалидом и имела много проблем со здоровьем. В соцсетях, кстати, до сих пор сохранили снимки дочерей, как они дурачатся и делают селфи с разными фильтрами и масками. Младший сын только готовился к поступлению в школу, и жители Юрьевки просто не могли поверить, что к убийству мог быть причастен кто-то из местных. У семьи не было врагов, поэтому люди были страшно напуганы. К воскресенью, 23 января, после первого неудачного дня поисков убийцы, жители села начали распространять в сети все более жуткие версии произошедшего. То они писали, что убийцей был пришедший из Казахстана человек, то подозревали коллегу зарезанного мужчины, который якобы хотел скрыть экономическое преступление. Кто-то даже выложил чужую фотографию и сказал, что ищут именно этого человека. Правда, полиция и следственное управление СКР опровергали эти заявления. Ситуацию осложняло и то, что Юрьевка находится в пограничной зоне. На трассах стоят сотрудники пограничного управления ФСБ. Въехать или выехать из нее без разрешения не получится. А пешком от ближайшего населенного пункта зимой пройти сложно. Особенно незамеченным. Поэтому исчезновение преступника просто не укладывалось в голове. Внезапно во второй половине воскресенья, 23 января, основная версия начала кардинально меняться. Оперативники, в который раз допрашивая девочку, начали замечать, что она путается в показаниях. Сопоставляя рассказы некоторых жителей, малолетнего брата и школьницы, следователи начали догадываться, что она что-то недоговаривает. По предварительным данным, он сказал, что старшая дочь закрывала ему глаза и уши во время преступления. Как произошел переломный момент от поисков призрака к подозрениям в причастности девушки и ее парня, следствие пока не раскрывает. Но для полиции и следственного управления СКР версия о том, что школьница замешана в убийстве, к вечеру стала основной. Бойфренда девушки задержали в той же Юрьевке, он был дома и даже никуда не пытался скрыться, думая, что на него подозрения не падут. Девушку же с братом к этому моменту увезли в другой поселок, к родственникам. За ней выехала отдельная группа. Ночь с воскресенья на понедельник возлюбленные провели уже в изоляторе временного содержания. Через некоторое время, как сообщили в региональном следственном управлении СКР, парочка начала сознаваться. Парень отвел следователей к месту, куда выкинул заточенный штык-нож и окровавленную одежду. После получения признаний на допросах, а также сотен показаний мозаика начала складываться у следователей и полицейских в четкую картину. Основным подозреваемым стал парень, возлюбленный девочки-подростка. Он, в отличие от нее, кстати учился далеко не важно, но школу посещал регулярно и занятия не пропускал. Играл в волейбол, даже принимал участие в соревнованиях районного масштаба, а летом подрабатывал на ферме. С трудом окончив девять классов, он поступил в техникум сначала в Омский, а позже перевелся в Павлоградский, на кондитера. В следственном управлении СКР особенно отмечают, что он не был судим. Однако какое-то темное пятно в его биографии было. Местные вспоминают, что парень стоял некоторое время на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за поджога дома. Но в любом случае те, кто его знал, описывали его как спокойного и уравновешенного человека. Девушка с парнем были знакомы относительно давно, около пяти лет, деревня небольшая, а они жили неподалеку. До этого он был знаком с ее старшим братом, поскольку отец был местным. Спустя некоторое время знакомства подозреваемые начали встречаться как пара. Мать же то ли из-за разницы в возрасте, то ли еще по каким-то причинам была против этих отношений. По версии следствия, с подачи молодого человека у возлюбленных возник план убийства, и они даже распределили в нем роли. У местных жителей появился на руках протокол допроса парня о перуполномоченном, когда он уже сознался в произошедшем. И от его рассказа становится еще страшнее. По его словам, на убийство довольно долго его подталкивала девушка. Когда мать запретила им встречаться, то дочь долгое время подговаривала его на убийство. Рассчитывала смертельную дозу снотворного для отчима. Матери и сестры, мотивируя тем, что последнее также мешало бы ей жить. Причем отговаривать парень ее не пытался и, даже наоборот, поддержал. В планах было потом выкинуть тела в заброшенном здании. Окончательный план, судя по протоколу допроса, родился в пятницу, 21 января, на школьной дискотеке. Парень купил мусорные пакеты и пошел спать. В полночь он взял нож, пакеты и пошел к ней домой. Девушка открыла ему дверь, он разулся и незаметно зашел в дом. Он подошел к спящему отчиму девушки и начал наносить удары ножом. Мужчина внезапно проснулся и дал отпор, разбудив всех в комнате. В ходе борьбы мать попыталась спрятаться за шкафом, но, расправившись с главой семейства, парень вернулся за ней. Потом лишил жизни младшую дочь. Все это время старшая дочь пряталась с младшим братом за столом. Парень подошел к ней и сказал, чтобы она бежала к соседям и рассказала про неизвестного нападавшего. Позже даже следователи окажутся в шоке от количества крови на стенах и полу. Они насчитают более 20 ножевых ударов на мужчине не менее пяти, на матери и дочери. Именно кровавой бойней объясняется то, что тела были обнаружены не в кровати, а на полу в комнатах. После убийства парень сбежал, бросил нож, жег в печи носки и постирал одежду. А старшая дочь схватила младшего брата и побежала к соседям за помощью. Еще в то время, как они были вне подозрений, пара вновь решила встретиться. Утром в понедельник полиция начала распускать по домам не спавших почти три дня патрульных и криминалистов. В группе УМВД даже появилась благодарность от начальника за то, что они раскрыли это непростое дело. Следователи же продолжают собирать доказательства. Парню и девушке, которые сейчас сидят в изоляторе, за убийство с отягчающими обстоятельствами могло бы грозить от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Но для несовершеннолетних есть свои особенности, за особо тяжкие преступления их не могут осудить больше, чем на 10 лет. Есть несколько версий о том, что именно стало причиной такого поступка подростков. Несколько специалистов поразмышляли над произошедшим и выдвинули свои версии, почему в свиду благополучной семье произошла жестокая расправа. Версия первая. Подростки просто нарушили нормы морали. Во время допросов и на суде, где подростков взяли под арест, девочка, спланировавшая убийство родных, вела себя спокойно и даже холодно. У некоторых вовсе закрались подозрения о том, что и у старшего ребенка были проблемы с психическим здоровьем. В рамках пресс-конференции МКР-медиа психиатр Наталья Александрова предположила, что подростки не до конца осознавали свои действия. Это распространенная проблема, связанная с возрастными особенностями. У подростков есть такая особенность, неполная сформированность тех отделов мозга, которые отвечают за понимание последствий своих поступков. На мой взгляд, подростки не совсем понимали, что будет после и зачем они на самом деле это делают. Если говорить о психическом здоровье, то оно в той или иной степени у многих подростков имеет отклонение, но говорить о том, что подобные поступки совершают только душевнобольные люди, совершенно неправомерно, отметила Александрова. В то же время сам поступок она классифицировала не как последствия возможных психических нарушений, а как следование неправильным нормам морали. Это поступок в рамках нарушения морали. Мораль может быть сформирована из медийных образцов, из примеров, из взаимоотношений с подростками или нарушенной системы ценностей. Эти подростки не больные, они просто приступили нормы. Они не прогнозировали таких действий, поделилась своим видением проблемы психиатр. Версия 2. Проблема могла возникнуть из-за ребенка с инвалидностью. Так или иначе, отношения между родителями и дочерью точно разладились. Причин этому может быть масса. Как одну из них кандидат психологических наук, доцент Института коррекционной педагогики Российской академии образования Ирина Соломатина выделила трудности из-за появления в семье ребенка с особенностями. Один из детей был с инвалидностью. Здесь может быть корень проблемы. Когда в семье есть старший ребенок и рождается еще один, то в какой-то момент неизбежно возникает ревность. Кто-нибудь думал, каково братьям и сестрам детей с инвалидностью? Как им живется в таких семьях? Получается целый комплекс проблем, которые копятся в душе братьев и сестер. Опять же, это может быть только одна из граней проблемы, отметила Соломатина. По ее словам, противоречия в отношениях накапливаются долго. Ребенку с инвалидностью всегда достается больше внимания, чем старшему здоровому ребенку. У кого-то переживания выливаются в сожаление, а у кого-то в агрессию. Что делать, чтобы избежать таких случаев? Все психологи отмечают, что грань между благополучными и неблагополучными семьями в плане отношений между родителями и детьми довольно условна. Никогда нельзя утверждать, что в отношениях нет проблем, если семья не попадает в поле зрения надзорных органов. К сожалению, единого рецепта для всех нет, но психологи отмечают важность общения и налаживания контакта с детьми. С точки зрения психологической есть общая проблема для подростков и для их родителей. Это изменение качества общения людей. Для нас становится нормой общаться через гаджеты. Когда-то это хорошо, но с другой стороны, сокращение живого содержательного общения между сверстниками и разными поколениями обедняет нашу жизнь, отмечает Соломатина. Переход общения в электронную сферу также может помешать заметить важные изменения в поведении ребенка. Психологи призывают родителей не бояться обращаться за помощью к психологам. Психологическая помощь не оставляет никаких следов в истории болезни и вопреки распространенным заблуждением никак не скажется на будущем ребенка.